В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении. Инга Пеннер, здравствуйте. В железных тисках. Принцип «живу как хочу и пусть весь мир подождет» – это не рекламный слоган, это кредо очень многих сограждан, которые, похоже, правовой нигилизм впитали с молоком мацери. Вот сносят незаконные ларьки, которые своим убогим видом на протяжении десятилетия уродовали город, что нисколько не смущало их владельцев. Теперь же, когда, наконец, наводят порядок, они возмущаются и искренне не понимают. Ну что это к ним прицепились? Подумаешь, грязь, антисанитарии, годами налоги не платили, но ведь раньше-то работали и ничего. Блестящий и главное – железобетонный аргумент. Отсюда и криминальные эксцессы. В прошлом году избили сотрудника фирмы, демонтирующей ларьки, напали на заместителя руководителя департамента потребительского рынка, а на этой неделе уж совсем странный инцидент на аэродромной, где сейчас убирают ларьки. Эвакуатор то ли обстреляли, то ли у водителя спецмашина, что неудивительно, нервы расшалились, и ему и выстрел послышался, и вмятина на радиаторе показалась. Как бы то ни было, полицейские сейчас ведут проверку. Но незаконные киоски – это не единственное место, которое в Самаре, подобно осиному гнезду, вскоре разворошат еще одно. Это я о незаконных гаражах речь веду, которые раньше тоже годами не трогали, вот они и разрослись, как раковая опухоль по всему городу. Врезать ее надо, несмотря на метастазы. И процесс этот, как и любая операция, можно не сомневаться, будет болезненный. Бои местного значения уже идут в промышленном районе, в отдельно взятом дворе на Ташкентской 232. Что им снег, что им зной, что им дождик проливной. Местные активисты уже почти год воюют с владельцами незагонных гаражей. И сейчас эта война достигла кульминации. Сейчас берется вот эти два конца, а я в розетку стыкаю. Кто со мной пойдет сейчас? Мы здесь живем, и мы не хотим, чтобы вот это моталось здесь. Я сейчас из квартиры включу. Я сейчас из квартиры включу. Кто со мной пойдет? Ты себе воткни в одно место и провери. Кто со мной пойдет сейчас? Нет, ну сколько можно? Так нельзя. Вот что вы говорите? А что вы меня подозреваете, в чем стоит двору электричества? Нет, мы вас спрашиваем. У вас есть разрешение на такую проводку сделать? Да вы неправильно сделали ее. Есть. Покажи. Я в квартире включаю. Юра, уже слышно. Идем в квартиру. Пошли в квартиру, сказал. Что гречите-то? Вот очередной шантаж. Вот очередной шантаж. Расходимся, сейчас будут слезы. И слезы, и угрозы, и наручники, которыми хозяин гаража приковывал себя к своему незаконному имуществу. Такие разборки в этом дворе чуть ли не каждый день. Предприниматель Юрий Кознецов последний владелец гаража, кто держит здесь оборону. Остальные после долгих и мучительных переговоров все-таки съехали, оставив после себя кучу мусора. Вот вся вот эта территория, вся абсолютно, она была у нас спортивной зоной 20 лет назад. А вот 5-7 лет назад, когда поставили чужие гаражи, они ее все завалили строительным мусором и бетоном, асфальтом. И в результате, когда мы начали снимать до грунта, количество мусора было очень много. Там настолько слой бетона, штырей, всяких арматурин, сеток, строительный мусор. Играть на нем было никак нельзя. Просто как на шампур ребенок в очередной раз бы наткнулся и висел. Почему мы стоим стеной? Конечно. Детей нельзя проводить, пройти здесь. Да вообще, садик вообще нет. Конечно, садик. Вот идем, здесь одни гаражи, а обходим вот не знаю где. Посмотрите, сколько домов построено. Все идут через это место. А здесь гаражи, машины стоят, все открыто, музыка. Бардак был. Бардак, пили, машина. А это еще пожароопасно, между городами пространство захламленное? Ой. А грязи сколько было? Да и вообще грязи. Сместо грозами никто не убирал. Здесь мало что изменилось бы, если не городской конкурс, двор, в котором мы живем, рассказывают пенсионеры. Им удалось в нем победить. Но чтобы построить спортивную детскую площадки, нужно было избавиться от гаражей. Полгода их владельцев уговаривали добровольно сдать позиции. И когда, казалось, победа была близка и осталась только одна железная коробка, выяснилось, последний бой, он трудный самый. Незговорчивый Юрий Кузнецов и сам категорически отказывается убирать свой гараж. И, по словам соседей, других подбивает вернуться. Борцам за светлое будущее своего двора приходится дежурить по ночам. Вот территорию, которую нам расчистили, была хорошая, красивая зона, вот ночью приехали, ага, значит, ему можно. Все, мы расчищаем. Конечно, по логике они правы, если можно одному, который временно убирали, то почему нельзя остальным? У предпринимателя Кузнецова логика тоже железная. Я сам на гаражах вырос, 16-го года прыгали по ним. Ноги ломали, резались, калечились. Но гаражи стояли, потому что они для людей созданы. Я считаю так, что если ты живешь на этом месте, ты имеешь право на собственность внутри двора. То, что его гараж мешает всем остальным, воинственно настроенного Кузнецова, ничуть не смущает. Он и от журналистов, и от соседей не скрывает. Да, территорию занял незаконно. Ну и что с того? Документов у меня в 25 лет никто не спрашивал. Теперь меня спрашивают все документы. Нет, но если вы в 25 лет стояли незаконно, это не значит, что вы правили. Вы возьмите вторую и седьмую статью Конституции и почитайте. То есть в Конституции написано, что вы имеете право не в правительстве, а? Я имею право на материальное благосостояние. Ну. Понимаете? Но оно же не исчисляется гаражом, правильно? И не за чужущим. А чем оно исчисляется? Квартирами? У меня две квартиры. Давайте так рассуждать. Она завтра придет и скажет, слушайте, дорогой, у тебя две квартиры, не поможено. Давайте мне... Ну, квартира, а здесь у вас законы приобретены? Нет, не законы. Не законы приобретены? Я бабушку убил и квартиру приобрел. А прокуратура в курсе? В курсе. Вот такой вот законопослушный гражданин. Удивительно, что у него до сих пор управу найти никто не может. И вот так вот эту бодягу мы слушаем 10 месяцев. 10 месяцев. На каком основании он пристегивался, тоже не вопрос. Конечно, надо было бы милиции не улыбаться, стоять, фотографировать. А надо было бы спросить разрешение. Есть ли разрешение на ношение наручников. Это так же, как и пистолет. А это гражданка распомачиванием занимается. У меня в 37-м году девушку распомачили. Юр, ставь, ладно болтай. У него кувалда и кузницы, мы отправились пятью детьми в Сибирь. Если у вас нет возможности гаража поставить, поставить. А у тебя, где ваша нет? А у меня была такая возможность. А при чем тут документы? Ну, естественно, здесь даже свет-то больше. Вы же видите, у нас закрытое пространство. Дом-то огромный, и солнца-то здесь не очень много. Поэтому лучше, естественно, свободы больше дышать есть чем. Жители домов на Никитинской спокойно вздохнули только в прошлом году, когда наконец избавились от гаражей, что стояли здесь десятилетиями прямо в центре двора. Демонтаж шел без шума и пыли, почти бесконфликтно. Здешние владельцы гаражей хоть и роптали, мол, кому они мешают. Они стояли ровно в цепочку. Куда стояли? И здесь. Вот не портят вид, а здесь нисколько не портят. Но все же скандал, как на Ташкентской, устраивать не стали. Вывезли свои незаконные коробки, очистив территорию для качелей, каруселей и для будущей спортивной площадки. Мне кажется, это против, естественно, когда гаражи, все кругом закрыто и детская площадка. Детям просто даже побегать негде, негде порезвиться. Сейчас такая классная площадка, а раньше из гаражей тут ничего не было, даже погулять нельзя. Возникали пожары даже из-за этих сараях, горели тут пожары. Да там эти сарая, они даже крыши, я видел, там пацаны бегают, под ними прямо эти крыши проваливаются, трещат. Вообще не пойми, из чего сделано. Не только пацаны, а и девчонки. И они тоже бегали. Ну, слава богу, никто не разбился. В гараже может находиться взрывчатое вещество, огнеопасный, как той бензин. То есть иногда водители с давних времен привычка была делать запасы канистры, бочки. Он же греется, допустим, если температура 30-40, да, внутри это где-то 70-80-90. Поэтому тара пластикой может расплавиться и газ образоваться. Здесь тоже. Здесь все, что может быть. Как бы не были мои фантазии богаты, жизнь показывает, что этим не ограничивается. Ну, в некоторых массивах, которые находятся на окраине района, в таких гаражах и прячут краденые машины, перебирают, разбирают их, утилизируют таким образом, да, найти невозможно. А еще незаконные гаражи зачастую стоят на коммуникациях, рассказывает начальник отдела архитектуры Кировского района Виктор Каталов. Лопнет труба и к ней не подобраться. И прежде чем устранить коммунальную аварию, приходится сначала демонтировать железные коробки. Такие ЧП в Самаре случались и не раз. Тепловые сети просят, умоляют, помогите нам, потому что люди не убирают. Объясняем, ребята, уберите, дамы и господа, потому что вам же тепла не будет. Нет, все равно настойчиво ставят гаражи на коммуникации. Люди уверовали, что земля народная, ее можно занимать как хочу, когда хочу, насколько хочу, но не оплачиваю ничего. В своем Кировском районе Виктор Каталов все нелегальные гаражи давно по спутниковым картам пересчитал. Их больше 10 тысяч. Но эта цифра не окончательная, ведь пока разыскивают одних владельцев железных коробок, чтобы заставить их убрать свое имущество. В другом месте ночью появляется новая конструкция, как, например, вот здесь, рядом со 157-й школой. Вот готовят место, вот смотрите, вот буквально здесь дня через да будет установлен гараж. Это вот готовится фундамент для него. Они все у нас незаконные здесь стоят, то есть люди просто увидели свободный газон. Здесь раньше было и 20 лет назад, и 30 были газоны. Мы здесь играли в футбол. Я жил здесь рядом, мы с детьми здесь играли. Здесь никогда не было гаражей. Практика самовольной установки гаражей в Самаре, как и по всей стране, сложилась за последние 20 лет. Еще в советские времена разрешения в основном давали ветеранам и инвалидам. Их наследники, понятно, с оформлением земли не заморачиваются, а значит и налогов не платят. Как и все остальные, кто на свой страх и риск, решил заполучить дополнительные квадратные метры. В итоге в городе целые улицы, как, к примеру, проспект Карла Маркса, оказались во власти гаражных массивов, которые мешают не только благоустройству, но и преграждают путь застройщикам при прокладке коммуникаций. Изменить ситуацию должен административный регламент, который сейчас разрабатывают и который позволит быстро освобождать землю от нелегальных конструкций. Да, мы начали сносить и гаражи. Да, начали. Незаконные гаражи. Там, где есть у людей разрешительная документация, мы, естественно, не трогаем такие гаражи, а это ветераны, инвалиды и так далее. Давайте мы привыкать жить в нашем городе в цивилизованных комфортных условиях. Жить так, чтобы это не ущемляло интересов ваших соседей. Давайте все-таки понимать, что незаконно поставленный гараж, он нарушает общественное пространство. Там бы могла быть детская площадка, спортивная площадка, а стоит ваш гараж. Если гараж стоит незаконно, но никому не мешает, еще есть шанс оформить его, как положено, по закону. Время есть. Другое дело, если металлическая ракушка ставит крест на планах всего двора, как это происходит на Ташкентской, где гараж маячит, как бельмо на глазу, и мешает благоустройству территории. По близости масса охраняемых стоянок, но владелец гаража, господин Кузнецов, отказывается идти на любые уступки, предпочитая худому миру бесконечные ссоры. Спокойно можно ходить и ставить, даже ботиночки не испочкать. Но нет, хочу и стою. Но так не бывает. Если 9 подъездов, дом на 9 подъездов, никогда не хватит всем. Ни гаражей, ни парковок, ничего. Но тем не менее, люди сделали свой выбор. Вот 33-й дом подписались практически 90%. Мы за то, чтобы нам не делали парковку, а сделали для детей. Потому что рядом садик, школа, трамвай, больница. Мы как сквозь строй ходим через эти гаражи и машины и водим детей за ручечку, чтобы, не дай бог, не затащили. Не хочет ни на парковку идти. Стоем место опять не хочет. Ты сказал, что у меня инвалидность? Не сказал. Не сказал? Ты сказал, что я больной. Совершенно верно. Но есть инвалидность? Клопнутый, межпозвонковый, диск. Но у тебя нет документов на инвалидность? У меня нет. Будут. Опять будут? Пока гараж здесь стоит, сделают инвалидность. Где этот чертов инвалид? Не шуми. Я инвалид. Тебе не положено даже инвалиду? Правда? Не положено. А вот давайте посмотрим. Не положено. А смотреть не будем. А вот давайте посмотрим. Юр, ну почему ты поступаешь так? Если каждый, у кого машина, поставит здесь гаражи, мне же невозможно будет вообще пройти. Когда вот здесь гаражи стояли, я заезжал, еле-еле здесь развернуться можно было. Не правда. Стой, брат, они сейчас... Не хочет понимать человек. По-моему, я считаю, что власть просто должна... Он, власть должна, власть должна, власть должна, это самое, употребить. Только власть. Видите, он как с нами разговаривает. А вот так жильцы никакого вопроса не решат. Точно так же шантажировала и промышленную администрацию, когда она вывозила. Вот администрация промышленного района и должна, на мой взгляд, наконец, проявить принципиальность и поставить на место зарвавшегося владельца гаража. Самим жителям с ним уж точно не справиться. Что-то мне подсказывает, что у этой истории, как и вообще у темы незаконных гаражей, еще будет продолжение. Посмотрим, как будут развиваться события. А на сегодня это все. Удачи вам. Увидимся.